Всем доброго времени суток! И у нас на счету уже 23-й видеоурок о том, что собственно делать, если у вас доступно не все количество оперативной памяти, то есть АЗУ. Сегодня я покажу самые эффективные ходовые способы решения. Такая проблема может возникнуть у людей, которые пользуются ноутбуками в основном, но и у владельцев ПК. То есть стационарного компьютера тоже может быть такая проблема. Но лично у меня такой проблемы не было. Я владелец просто ПК. Значит первый самый ходовой способ. Скорее всего он уже у вас получится, все у вас получится и вы уже закройте данное видео. Значит мы переходим в ms.config. Вот эта рамочка. У вас скорее всего здесь его не будет. Вы должны будете в поиске его вписать. Вот в поиске его вписать. У меня Windows 10. Если у вас Windows 7, вы найдите вот такой похожий в поиске и его впишите. ms.config. ms.config. Нажимаете Enter и у вас открывается вот эта вот рамочка. Затем мы переходим в загрузки, переходим в дополнительные параметры и справа вверху мы, где написано максимум памяти, убираем галочку, если она у вас стоит. Затем нажимаем ОК, применить и перезагружаем компьютер. Я этого делать не буду, потому что у меня все нормально. И скорее всего после перезагрузки у вас эта проблема исчезнет. Это в 90% случаев. Что же делать, если все-таки проблема не исчезает? Это значит, что скорее всего у вас стоит 32-битная операционная система. Переходим в свойства компьютера. За веб-камерой, надеюсь, видно. То есть просто нажимаем на компьютер, на Windows 10. Нажимаем вот здесь, вот сюда. И получается, вот, здесь вот. Вы должны смотреть версию Windows вашу. Какая у вас разрядность, x64 либо x86. Если у вас x86, то вы должны обновиться. У меня какие-то видео уроки, посмотрите. Есть переход на 7-ку 64-битную и вообще установка Windows 10. Как установить, по-моему, 64-битную систему. Там в видеоуроках порыскайте. Где-то там оно по-любому есть. Вот. Если у вас 32-битная. Да, нужно будет время потратить, конечно. Перейти. Это не быстро. Но зато проблема у вас решится. Вот. Значит, вот. Где можно узнать еще, собственно, совместимость вашей системы, количество АЗУ и сколько у вас может быть доступно. Это мы, получается, вот эту ссылку копируем. Вот эту вот ссылочку копируем. Заходим в Яндекс. Ну, вы в свой браузер заходите. И вставляем вот в это вот поле. И Enter. Вот, собственно, совместимость версии Windows. И количество АЗУ. Вот тут XP86, 64, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Про Windows 11, кстати, народ, я даже не знаю, сработают ли все эти способы с Windows 11. Я вот этого, к сожалению, не знаю, у кого Windows 11. Потому что вроде бы уже 11-ая уже вышла. Но мне пока все в десятке устраивает. Мне она, извините за матку, не нужна. Windows 11. Все, что возможно, есть в десятке. Не суть. Все, не будем лить воду. Вот тут вы посмотрите вашу совместимость, вашу систему и количество АЗУ и разрядность. И уже будете делать выводы. Итак, вот. Это второй способ. Если у вас 32-битная, вы переходите на 64-битную. Иначе у вас будет доступно только 4-бляха-муха-гигабайта. Собственно, дальше. Что мы делаем дальше? Это вам нужно, если у вас стоит файл подкачки, его отключить. Для этого также заходим в свойства системы. Мой компьютер нажимаем. Заходим вот сюда вот. В свойства системы. Открывается свойство. Мы заходим в дополнительные параметры системы. Нажимаем параметры. Нажимаем дополнительно, по-моему. Да, вот. И файл подкачки. Нажимаем изменить. Если он у вас стоит, вы его отключаете. У меня он стоит, но мне это никак не мешает. Но если он у вас стоит, все равно попробуйте его отключить на диске, на котором он стоит. Нажимаете без файла подкачки. Задать. Нажимаете ОК. Но это на диске С у нас отсутствует. На диске D он у меня есть. Но желательно отключите на всех дисках, которые у вас имеются, файл подкачки. Тем более, если у вас, бляха, муха SSD. Потому что она и так быстрая. Это и так быстрый диск. Вот. Собственно, потом нажимаем ОК. Применить. И все. Тоже перезагружаем компьютер. И смотрим. Если у вас опять ничего не исчезло. Все у вас такое же. Написано, например, 8 гигов и доступно 7 или 5. У меня этого не написано, потому что у меня все нормально. То тогда решение уже физическое. Вам нужно просто попробовать планки эти снять. Вот. На ноутбуках, честно говоря, я не знаю, как это делать. На ноутбуках. Но на компьютерах это сделать несложно. Вот. Ну. Несложно. Если уж и это вам непонятно. Я, в принципе, могу это объяснить. Но сейчас я этого делать не буду. В общем, снимайте оперативную память свою. Там будут такие две адзинки. Вы их так вот делаете. Раз. И она снимается. Вот. И просто переставляйте их местами. Меняйте их местами. И пробуйте. Если у вас одна планка, то пробуйте в другую место ее поставить. Там несколько ячеек. Пробуйте в другую ячейку. Проверяйте. Возможно, проблема исправится. Может быть, какой-то слот оперативной памяти неисправен. Из-за этого такая хрень. И все. И вот они, собственно, самые-самые ходовые решения. Если у вас из всех решений ни одно не помогло, то тогда вам придется, ну, обратиться, блядь, к мастеру. Я не знаю, что тогда еще делать. Ну, в принципе, это очевидно, логично. Все. Я все, что возможно, показал. Все, что, в принципе, самое-самое ходовое. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Это был 23-й, видим, видеоурок о том, как, собственно, что делать, если у вас доступно не все количество оперативной памяти. Надеюсь, это вам видео помогло. Подписывайтесь, ставьте оценки, буду ждать комментариев, хороших комментариев. Хотя, собственно, плохим комментарием тоже должно место быть. Потому что это тоже интересно, можно поугарать и, собственно, все остальное. Все. Я желаю вам всем успехов, всем удачки, всем пока. Увидимся, народ, в следующих видеоуроках. Редактор субтитров А.Семкин